Ну здорово, ребята! Вы отгадали загадку Кисси Мисси. Молодцы! Сейчас я вам задам загадку вообще очень-очень сложную. Чем кончаются как день, так и ночь? Свои ответы пишите в комментариях. А сейчас идите продолжайте играть в трех котов. А если вы не хотите, чтобы три кошары пришли к вам и напугали вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за три секунды. Три, два, один, ноль. Поставили? Молодцы! Ну а сегодня, ребята, Хаги-Ваги нам сказал продолжать играть в игру трех кошар. Так как мы посетили еще не все дома, но сегодня мы должны посетить все. Должны исправить эту оплошность. Так пойдемте же со мной, трем кошарам. Привет! Спокойной ночи! Давай я сейчас буду вас укладывать. Так, 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 так. Мы с вами еще, знаете, где не были? На прикольном, прикольном маяке. Итак, ребята, мы идем в самый прекрасный дом. Это дом на маяке. Он будет пересматривать старые вещи и вспоминать о своих приключениях. О, боже. Дедушка нашел коробку с пыльными видеокассетами. Вытрем с них пыль и посмотрим, что там записано. Больше всего боюсь того времени, когда мне придется вспоминать свои воспоминания. Ой, не хочу. Вот мне нравится их создавать сейчас больше, чем вспоминать. Давайте просто поможем этому дедушке. Это видеозапись о спасательной операции в открытом море. Прикольно! Эй! Эй! Что это за помехи? Эй, ты кто? А ну, вернись! Поговори со мной! Или нет, не возвращайся, ты какой-то пугающий. Вы видели это? Были только помехи, и он исчез. Что-то он сказал, но мне никак не разобрать. Надеюсь, он больше не появится. Давайте-ка продолжим протирать кассеты. А на эту видеокассету дедушка заснял папу и его брата дядю Кекса, когда они были совсем маленькими. Оооо! Это воспоминания, воспоминания. Это видео будет очень приятно посмотреть перед сном. Давайте посмотрим. Осталось только найти в темном подвале старый дедушкин видеомагнитофон. В темном подвале? Ой, я боюсь идти в темный подвал, если честно, но очень хочу. В этом есть какие-то приключения. Ооо, боже! Чтобы узнать, что это, найди видеомагнитофон. Хорошо, но в самых страшных фильмах всегда кто-то идет с фонариком в подвал, и происходит какая-то не знаю что. Так, это банки. Это не то. Это не то. Это не видеомагнитофон. Это не он. Это? Это опять не он. Отлично, мы нашли. Ооо! Это он! Я с третьей попытки нашла! Какая прелесть! О, господи, боже! Мы пришли смотреть старые ретро-видео. Я даже не знаю, у кого-нибудь еще остались такие магнитофоны. У меня нет. Но я бы не отказалась. Боже, смотрите, какие смешные. Как приятно перед сном вспомнить приятные моменты прошлого и мыслями вернуться в эти чудесные снижения. У-у-у-у-у! У-у-у-у! На маяке пропал свет. Это очень плохо. Ведь свет маяка указывает кормлям путь. Нужно срочно все исправить. На маяке пропал свет. Сначала темный подвал, потом пропал свет на маяке. Кто же это химичит? Может быть, это то существо, которое появляется в помехах? Жми на предметы, чтобы отодвинуть их в сторону и найти ключ. О, боже, опять помехи! Эй, это ты делаешь! Отстань от нас! Шипит, как змея. Сразу вспомнилось что-то про Гарри Поттера. Нет, это, наверное, не он. Хотя было бы интересно. Что так? Я аж назабыла, что мне нужно-то сделать? Шляпа. Я отодвигаю что-то еще. Что я ищу? Я забыла задание из-за этого шипящего звука. Надо отодвигать все, но половина не двигается. Я уже колебалась. Вот что-то. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. О, ключ! Он лежал с самого верху. Как хорошо, что мы его нашли, потому что я забыла, что нам нужно искать. И когда я увидела ключ, я сразу поняла, что это оно. Похоже, что вышла из строя электронная схема главного излучателя. Восстановим ее. Схема чего? Главного излучателя? Жми на элементы электросхемы. Так, я попробую это сделать, но ничего не обещаю. Уважаемый диктор, я понимаю, что вы все знаете, но я нет. Ну, хотя я понимаю, как это работает, кажется. Это мы вот так соединяем. Сразу заработал все. Здесь все работает. А, вот еще. А, это надо просто развернуть вот таким вот образом. Да? Я соединила все правильно, кажется. Боже. Что-то не получилось. Ох, на модели управления перегорели важные детали. Их нужно срочно заменить. Так давайте же. Ищи нужные детали и жми на них. Дедушка, а ты в курсе, что ты живешь в самом красивом-красивом домике? В самом красивом, да. В самом большом, в самом гигантском. Но тут, видишь, какие-то у тебя проблемы вообще происходят. Лампочек нет. Я вижу только три. Да, все. Все? Врубай. Бам. Теперь корабли не разобьются о скалы. Отлично. Работа маяка восстановлена. Ой, ну что это? Что это? Дедушка ремонтировал маяк. Несколько кораблей сбились с курса. Теперь не нужна наша помощь. Смотрите, смотрите, корабли, которые потерялись. Конечно, не мудрено потеряться в огромном океане или море. Еще и в темноте. И мы еще вырубили маяк. Ищи всех, кому нужна помощь. Где-нибудь тут есть? Это грузовое судно. А он привозит нам разные вещи из далеких стран. Так давайте его спасать. Он очень важен. Жми на экран, чтобы указать путь светом маяка. Так, что я сейчас сделала? Где он? Это большой круизный лайнер. Он предназначен для отдыха и длительных путешествий. Жми на экран, чтобы указать путь светом маяка. Хорошо, я буду жать на экран, лишь бы этот лайнер не разбился. Я не хочу повторять еще один Титаник. Так прикольно. Из моего пальца прям идет свет на эти корабли. Кто-нибудь еще здесь есть? Ну кто-нибудь? А это яхта. Чтобы плыть, она ловит паруса маяка. Там один человек, наверное. Так же много лет назад использовали парус пиратские шхуны. Жми на экран, чтобы указать путь светом маяка. Пока-пока! Кажется, мы спасли всех. Отремонтировали все. Деда, ты так важен. Как же хорошо ты говоришь. Я даже забыла про эти маленькие помехи, которые нас преследуют. Знаете, где я еще не была? Вот здесь я еще не была. Я не была еще в одном доме. Я должна просто обязана туда сходить. Посмотреть, кто же там у нас живет и чем. Я могу им помочь. Привет! Я Ксюша. Сегодня Гони совсем не до сна. Я каждый вечер смотрю на звезды. Мечтаю увидеть летающую тарелку и настоящих пришельцев. Может, не надо? Заглянем в телескоп Гони и изучим звездное небо. Боже, сейчас мы будем смотреть на звезды. Как круто, ребята. Посмотрите, как красиво. Ой, что нам нужно найти? Солнце. Какое красивое. Звезда нашей системы, вокруг которой вращаются все планеты. Она дает нам свет и тепло. Жизнь на нашей планете существует только благодаря Солнцу. Да, это точно. Вот такое прекрасное. Осталось найти еще какую-то планету. Она похожа на какой-то Марс. Это Венера. Это Венера. А это кто? Это Уран. Уран. А вот это наша? Это Марс. А это? Вот наша. Это? Юпитер. Юпитер. Газовый гигант. Это самая большая и тяжелая планета. Она в два с половиной раза тяжелее всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Крутяк. Два раза тяжелее планет вместе взятых. А это наша Земля. Луна спутник. Классно, да? Какая красота вообще. Мне так нравится этот весь космос. Он такой красивый. А еще Гоня любит искать разные созвездия. Давай узнаем, что он нашел в этот раз. Какой красивый созвездие. Я вообще не разбираюсь в созвездиях. Соедини все звездочки по порядку. Давайте узнаем. Мне кажется, это ковш. Нет, это не ковш. Это созвездие весов. Гоня нашел еще одно созвездие. Какое, да? Узнаем, как оно называется. Давайте же быстрее. Соедини все звездочки по порядку. Так, интересно, кто это будет. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это созвездие скромного. Гоня нашел еще одно созвездие. Чувствовалось, что это рак. Узнаем, как оно называется. Соедини все звездочки по порядку. Так прикольно их соединять. Я чувствую себя каким-то астрономом. Это созвездие рака. Вот он, рак, как выглядит. Если вы по гороскопу рак или скорпион, теперь вы знаете, как выглядит ваше созвездие. Эй, что за помехи опять? Поговори со мной. Ну, привет, Ксюша. Я давно хотел тебя видеть. Ты зачем меня так пугаешь? Мне нравится тебя пугать этими помехами. Я надеюсь, что ты когда-нибудь явишься к нам. По-настоящему. Раз такой смелый. Я уже видела всех монстров. Я намного страшнее и опаснее всех этих монстров вместе взятых. Эй, я еще не все спросила. Вернись. Ребята, вы видели? Какой-то тайный-тайный посетитель в наших играх начал присутствовать. Я пока не знаю, кто это. Он, конечно, много обещает и много пугает. Если у вас есть предположения, кто это может быть, напишите в комментариях. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока. Пока.